друзья приветствую сейчас расскажу как сделать очень крутое декоративное покрытие для ширмы которая прикрывает сбоку акриловые ванны и сразу скажу что материал которым я выполнял эту работу в первую очередь предназначен для реставрации ванн для контрастной очень яркой колировки в общем для очень насыщенных цветов покрытий ванн и забегая вперед вот так вот выглядит итог и давайте же немного больше расскажу о материалах значит эта композиция называется эко микс от производителя эко ванна данный материал предназначен для авторской реставрации всевозможных ванн то есть его разница по сравнению с обычным белым материалом заключается в том что есть возможность добавлять более 100 грамм пигментной пасты при этом покрытие держит не появляется никаких пятен и значит можно сделать яркое такое классное покрытие и я конечно же благодарю за то что компания эко ванна любезно предоставила несколько комплектов материала эко микс но без проблем здесь не обошлось я надеюсь данные проблемы уже сейчас решены но на тот момент на дне всех банок был очень толстый неперемешиваемый осадок который невозможно так сказать в работе использовать из-за этого материал становится очень жидкий а если пытаться его размешивать то в материале появляются такие комочки которые потом на поверхности выглядят очень очень некрасиво надеюсь сейчас эта проблема решена да ладно давайте перейдем к работе комплект материала эко микс в районе четырех килограмм с отвердителем на эту работу у меня могло бы уйти еще вдвое меньше материала которого я приготовил по итогу примерно килограмм материала наверное у меня ушел на эту работу соответственно я заранее на весах отмерил одинаковое количество и заколеровал все эти порции с помощью коричневого с помощью коричневой пигментной пасты по поводу пасты это отдельная история я не использую пасты которые продаются в обычных строительных магазинах потому что они для этого не предназначены для подобных работ ищите специальные пасты совместимые с эпоксидными смолами также перед началом работ делайте тесты на совместимость значит идея всей работы заключается в том чтобы нанести послойно заранее заколерованные части материала то есть они отличаются по тональности к сожалению у меня не было никакого специального оборудования чтобы идеально все заколеровать но в целом получилось нормально то есть сначала я нанес самую светлую или среднюю даже я не помню базу потом частями начал вносить цвета на несколько тонов темнее аккуратно здесь вообще никому не нужно потому что это такая своеобразная абстракция единственное что нужно соблюдать эту чистоту чтобы на поверхность как можно меньше попадала всевозможные пыли и грязи итогу примерно пять или шесть оттенков в абсолютно непонятные очередности нужно нанести на поверхность материал живет очень долго я бы даже сказал слишком долго если бы он застывал чуть раньше то результат получился бы гораздо лучше ну это мое мнение чем получается так что уже база получается у нас составная из нескольких оттенков которую я долго-долго размазывал по поверхности хотя мог этого и не делать сама бы все растеклось и уже после этого я начал наносить другие более яркие оттенки коричневого цвета то есть тут уже был именно коричневый в оттенок я внес золотистую пасту которая на после застывания будет очень круто переливаться и кстати подобным образом можно выполнить декоративные художественные наливные полы что сейчас очень дорого и практически нигде не найти не специалистов не материалов этот материал для этого полностью предназначен то есть вы можете в небольшом помещении например ванной комнаты или туалета сделать полы вот примерно с таким же рисунком даже еще круче можно сделать потому что там будет абсолютная плоскость ник никуда ничего не потечет и можно будет круто круто реализовать какой-нибудь собственный проект причем за очень дешево и опять же выбирайте заранее какой у вас будет уклон к каким цветам то есть здесь у меня видите светлая получается основа и темные вкрапления можно сделать наоборот можно сделать темную базу темную основу и делать светлые вкрапления что на мой взгляд будет тоже очень круто выглядеть после того как все весь материал нанесен примерно ваша задумка реализована необходимо аккуратненько без сильного нажатия размазать и смешать локально в некоторых местах материалы чтобы появился такой эффект размытия такой мраморный стиль покрытие также как и покрытие для ванн сохнет 24 часа поэтому очень важно после окончания работы сделать таким образом чтобы как можно меньше циркуляции воздуха и пыли проходила через то место где лежит ваша деталь теперь давайте расскажу сколько времени денег ушло на эту работу на подготовку самой поверхности шермы с помощью наждачной бумаги с зерном 240 ушло примерно 40 минут обезжиривание производил техническим спиртом еще 15 минут расфасовать материал по маленьким емкостям а также заколеровать его примерно час времени само покрытие я нанес примерно за полтора часа по итогу работа заняла три с половиной часа теперь давайте расскажу что по деньгам и так данный момент на сайте компании эко ванна материал эко микс который я использовал стоит 3200 рублей но там у нас комплект на ванну метр семьдесят то есть таких ширм можно сделать штук шесть семь поэтому если разделить то получится у нас примерно 500 с копейками рублей также колер который я использовал специальный он достаточно дорогой одна баночка стоит 500 рублей такой пасты но этого материала хватает запасом и даже еще и останется дальше у нас расходные материалы в виде перчаток всевозможных баночек таким образом стоимость себестоимость всей этой работы чуть больше 1000 рублей также сразу скажу что на ванне невозможно применить такой способ поскольку у нас есть вертикальные участки и друзья пожалуйста напишите в комментариях что вы вообще об этом думаете интересно ли вам эта тема если мне смысл продолжать вот так кстати это выглядит в быту дома вот эта ширма